Всем привет! Сегодня у нас необычное будет видео. Мы находимся в костях у Радмилы и будем готовить национальное сербское блюдо, которое называется кнедли. Вот продукты, которые нужно будет использовать. Да, нам будет нужна картошка, сливы, сливочное масло, сухарики, одно яйцо, немного соль, мука и сахар. А еще смотри, вот здесь написано мука острая, это что значит? Такая в России есть мука? Это вид муки, я честно говоря не знаю. Может специальная какая для выпечки? Да, это для выпечки. Специальная мука для выпечки. Мы потом оставим ссылку и прикрепим в описании к ролику рецепт кнедли. Еще хочу сказать, это сладость, особенно популярная в Вайводине, на севере Сербии. Есть еще особенное название гумботца. Так что, наверное, если сказать где-то в другом крае Сербии гумботца, то они не поймут. Это кнедли со шливами. Кнедли со сливами. Я просто, когда был в Чехии, видел кнедли, но там не было слив, там что-то вроде муки и оно не сладкое блюдо. А подавалось там в виде гарнира, там к пюре, к мясу. Ну, наверное, да, потому что мы все жили раньше в одном государстве. Австро-Венгрии, Вайводина, Чехия, Австрия. Так что кухня одинаковая. Так, ну, приступим. Тогда что мы сейчас делаем? Ну, да, так начинаем. Начнем с картошки. Ее нужно помыть, почистить, нарезать на маленькие кусочки. Кусочки, да. И варить. А вообще часто готовить нет такого блюда? Ну, обычно летом, когда есть свежая слива, потому что она вкуснее, чем замороженная. А только слива может использоваться или еще какие-то продукты? Ну, есть еще другие начинки, можно разные, можно вообще, да, зимой можно из варенья, тоже. А какие вообще у вас обычаи, может, там есть интересные, ну, свадебные, какие-то необычные? Свадебные? Да, в России там, не знаю, выкуп какой-то, да, просят, когда приходят у невесту выкупать, так сказать, там, деньгами или еще что-то чем-то. Но во время Османской империи тоже бывало такое, что прям крали невесту, ну, поэтому есть два, двух мужчин, которые охраняют невесту, то есть это родственники брата, и они стараются за то, чтобы ей невеста была, то есть, чтобы никто не украл невесту. Так, мы почистили, теперь что мы? Да, почистили. Моем, режем или как? Да, моем, режем. Так, слушай, а можешь в тарелку мне дать, я тогда буду косточки вытаскивать и в тарелку класть? Можно только. Спасибо. Ну, а какие еще у вас есть традиции? Традиции, а, слушай, надо просто косточку вытащить или прям разрезать? Просто от косточки не надо разрезать. Не надо разрезать, все, мы ее будем просто целую, а то я уже начал тут резать ее. Ну, когда приходят, например, выкупать и встречают, или это со свадьбы, я не помню уже, когда приносят хлеб и ты там должен каравай, а нет, это уже с ЗАГСа, когда приезжают домой, там родители выносят каравай большой, там соль, и ты должен укусить. Вроде как, кто больше укусит, тот и голова семьи. Больше голова, да. У меня жена, конечно, откусила там пол булки, но это не помогло. Не помогло, да. Я помню такой интересный момент, когда была свадьба моего родственника, и есть обычай, что нужно родня невесты поставлять яблоко очень высоко. Где-то какое-то дерево, например, можно на дерево поставить яблоко, и дают тебе пушку стрелять. Ружье. Да, ружье. Чтобы ты стрелял. Это как проверка на меткость. Да. Мальчик будет или девочка, да? Попадешь, будет мальчик. Не, не, не связано с этим. Ну, а как мужчина должен быть защитником, умеет стрелять, защитить свою семью. В этом смысле. И? И, ну, он не очень хорошо стрелял. Мы ждали там полчаса, пока он попал в яблоко. Ну, теперь мы уже порезали на кусочки. Сейчас нужно отварить картошку. Потом добавлю. А какие вы блюда еще готовите дома? Такие вот, ну. Или у вас просто, в основном, это повседневная кухня, да? Да. Это тоже сербская или как? Международная? Ну, международная. Ну, я... А на праздники? На праздники обычно... Сонарная? Да, обычно сарма. Сарма, это что такое сарма? Это из капусты. Это примерно как голубцы. Интересно. Ну, да, из из-за лимонаса уже можно угонять. Так, ты уже начала обжаривать, да? Ну, да, уже начала. А нужно сахар или что? Сахар добавим. А, потом, да? То есть масла было достаточно? Ну, да, мне кажется, что да. Так оно должно слегка обжариться. Еще добавлю сахар. Ну, кто любит слаще, тот может и больше добавить, чем я вот любил, когда больше сахар. Получается, что сахар просто растопится, да? Да. Перемешается с крошкой. Везде написано бурек, бурек, тоже ям. Они, как бы, круглые такие, закручивающиеся. Да. А есть еще плоткие, но тоже написано бурек. А какой все-таки бурек на самом деле? Что из них бурек? Ну... Или это и то, и то бурек считается? Да, тяжело иногда это раструяется как синонимет. Но, например, вот в Боснии считают, что бурек это только с начинкой из мяса. А пита это, когда начинка сыр, зелень какая-то. А неважно, что она закругленная такая, как бы, кругами? Ну... Или в чем-то отличие? Или единственное, что если мясо, то бурек, все остальное это пита? Да, если мясо, то бурек. Тут еще многое я видел, что проезжают где-то по улице, проходишь. Прямо во дворах люди свинью насаживают на вертель. И, бля, вот, жарят. Там запах такой стоит прям обалденный. Вспомнила случай с детства. У нас обычно Рождество, на Новый год, в общем, это свиньо. Это как... Это по-сербски называется печень. Печень? Да. Да, но это не то, что она русская. Не по-русски печень. Не, не по-русски. Это просто мясо. Свинина, вот, ну, прям целая свинья. И, как какой-то большой шашлык, например, и она туда... Нужно ее туда... Одевается. Ну, на вертель, да? Ну, поставить. Да. Ну, на вертель, получается. Да. И люди обычно и домой покупают свинью для себя. И... Ну, раньше еще больше, теперь уже нет. Ну, я помню моих покупателей, прям, свинью целую перед Рождеством, и хранили ее в ванной. Да? Ну, если живая свинья, или уже... Не, конечно, не живая свинья. Разделанная. Да. А потом, ну, потом есть такие, ну, как сказать, ну, такие места, где можно и ему везти, и там, и там пожарить. А, ну, то есть берешь свое мясо, приходишь к ним, говоришь, мне пожарьте, они за какую-то денежку жарят. Да. И вот я, Роме, например, где-то захожу в ванну, а то там свинья. Помню, как я испугалась. Ромена, расскажи, где ты так хорошо научилась говорить по-русски? А... Я... Уж точно лучше, чем я по-сербски. Я пока говорю. Я уже на всех своих видео, по-моему, говорю. Я вас понимаю, но говорить пока не говорю. Я даже, что интересно, беру на гугл страстный, перевожу по-сербски, по-русски на серб. Читаю даже, как там написано, и меня в лесу не понимают. Ну, и я скажу, как бы это не странно звучало, я дома одна в сербине училась. Да что ты читала, смотрела? Откуда вообще идея такая возникла, учить русский язык? Ну, возникла, потому что мне понравился русский язык, когда по-сербскому телевизору мы показывали русские сериалы. А, у вас тут сериалы показывали? Русские? Да. А какие сериалы, Саня Сибирь? Я, правда, не знаю их, но... Постоевский. Постоевский? Постоевский, да. Показывали я с мамой, смотрела, помню. Мне очень понравился сериал, и я думаю, а вот никогда не показывали российские сериалы. Ну, зачем? Зачем вообще не показывали? Они классные. И потом я нашла в интернете еще один сериал про Есенина, полный Сергей Безырков. Да, да, есть актеры здесь. Ну, главную роль, да. И я с переводом на сербский нашла. И есть там в интернете очень много сериалов, и в русских переводов. Что ты по факту там за сколько там коронавирус у вас... Вас тут закрывали сюда, когда была коронавирус? Да, закрывали. То есть ты там, условно, за 2-3 месяца выучил язык, да? Ну, что-то базовое, да. Ну, мне кажется, нужно просто желание, чтобы выучить язык. Когда я разговариваю с сербами, в принципе, я говорю все по-русски. Ну, если ты и мои видео видела, ты их видела, я говорю все по-русски, у меня все понимают, все. Потому что по-русски врач, а по-сербски это колдун. Да. Потому что много таких слов, получается, где можно промахнуться, что-то сказать и пошлю говорить. Да, и просто, да, будет очень странно. Да. Ну, либо направление, вот, например, там по-русски право, а по-сербски это означает прианно. Я последний раз снимал видео про Тимирин. Да, там, в зоопарке. Мне, вот я сейчас вспоминаю просто, мне говорят, вот туда иди и направо. А я это воспринимал, когда идешь туда и направо потом. А мне, то есть, посылали просто прямо. Да, да, да. Архитектуре европейское нравится. Как бы тоже, даже говорю, можно поехать в какую-то деревню небольшую и увидеть там просто шедевр. Какое-то здание прямо, которое будет только в Белграде или каком-то там другом городе большом, а тут в деревне. То, что не ожидаешь, выглядит по факту. Ну да, это все австро-венгерская архитектура. Ну, очень красиво. Средне-европейский стиль. То есть, похоже на Будапешт, на Хвену, на Праку. Да, Австро-Венгрия по факту. Вот это все вместе составляет весь этот комплекс архитектуры. Так, картошка, смотрю, вообще прямо у нас там кипит. Кстати, Леша, я вспомнила, что есть традиция такая русская, что нужно на руках перенести невесту через мост. Через мост, да, есть такая короче. У меня тоже такой случай был. Я женился, и меня заставили нести жену через мосты. Благо там, где я женился, мостов не так много было. Сколько было? Три, по-моему, точно было. А вот жена у меня в роли оператора сидела. Сколько мостов было? Три моста, говорили. Три моста. Ну и здесь тоже три моста, по-моему. Да? В городе. Ну, я здесь женился не себя. Женом нас кидают на Рождество. Первый гость, который приходит, он обязательно мужчина. Может быть, мальчик, может быть, парень. И когда он приступает через порог, его кидают рисом, пшеном. Тоже какое-то счастье, благополучие. А эти букеты ловят у вас невеста? Да. Когда там невеста должна кинуть, и кто-то поймать. Да, ловят. Это прям битва. Вот, вот, тоже случай и с жизнью. У меня есть друг, и они встречались с девушкой. Соответственно, у нас на свадьбе были. Когда жена кидала этот букет, то есть та подруга друга всех там растолкала и выцепила этот букет. Ну, в итоге они и женились. После нас. После нас. Он, наверное, испугался. Думал, лучше жениться на такую. Ты вообще, откуда у тебя идея открыть канал по Сербии? Блин, я не знаю даже. Просто я люблю путешествовать, что-то необычное, там, лазить куда не нужно. Да, я спустила. В какой-то момент я просто подумал, ну, почему это еще не запечатлеть, так сказать. Ну, будет что посмотреть самому потом когда-то. Ну, и так вроде получилось. Ну, и самый популярный ролик, реально, у меня был, по-моему, второй. Он там больше 30, уже 33-34 тысячи. Я там рассказывал про Новий Сад, как переехать, про банковские карты. Ну, наверное, это тоже, как бы, да. Интересно. Да. Ну, тогда это всех интересовало. Ну, и, в принципе, видео, когда я снимаю, я стараюсь больше окунаться в историю, в архитектуру. И такие видео мне, соответственно, больше нравятся. Что-то новое познавать, там, город, поселок, крепость. Я, когда был в первый раз в крепости, я был в Востоке. Еще когда я занынул там эти туннели один, ну, конечно, было не по себе в первый раз. Там, еще заходишь, там, где-то темно, там, реально темно, темно. Никто, в случае чего не поможет. Неизвестно что-то, но как, но интересно. Ну, да, я порой убегаюсь в своем здании о Сербии. Прям не знаю, что некоторые вещи, которые я даже не знаю. Кстати, что там с картошкой-то у нас? Ну, давай посмотрим. Я думаю, что сейчас она уже сварилась. Ох, так. Ух, прям горячая. Да. Так, видео у нее там уже здесь, да? Сейчас через дуршлаг, чтобы вся вода уже точно ушла. Так, ну, давай я потолкну. А сюда надо будет масло добавлять? Да, надо будет. То есть, по факту мы сейчас делаем просто пюрешку? Да. Сюда бы сейчас молока и будет пюре готовое. Можно уже есть, да. Посмотрите, тут маслица уже, картошечка. Так, друзья, мы вернулись в нашу импровизированную студию. Картошка уже остыла. Здесь у нас мука 200 грамм. Мы уже отмерили. Вообще, муки нужно будет от 200 до 400 грамм. Сейчас мы посмотрим по замешиванию. Да. Надо добавить ссор сначала. Замешиваем, да? Да. У меня вопрос, Радмила, возник. Смотри, в России очень популярно, там, все любят сгущенку. Ну, не все, но многие. А тут со сгущенкой проблема. А тут проблема, да. Я, на самом деле, ни разу не видел в магазине, что продавали сгущенку. Ни в Идеи, ни в Лидли, нигде. Да, ну, не продается она. Я долгое время даже не знала. Кстати, можешь добавлять уже. Потихоньку досыпать? Да, потихоньку. Сейчас добавляем. Тут мы веста гран. Отмерим просто сначала не надо много дать. Да, я даже не знала, что такое сгущенка. У вас оно непопулярно и неизвестно. Да, я смотрела в сгущенку, но не знала, не догадалась, что это по-сербски. А потом я увидела, что это как контентовано. Но это можно только домой, дома приготовить. То есть, в магазинах этого не продается, только люди сами дома делают, да? Да, да. А, кстати, я попробовала сгущенку российскую. Ну, мне очень понравилось. Потому что она сладкая, а я с ним не сладкая. Гречку в магазине, ну, в обычном магазине не купить. Она только в здравоохране. Да. Это в связи с чем вообще? Почему гречка именно там продается? Ну, потому что гречка считается таким полезным продуктом. Здоровый продукт. Да, здоровый. Она в ежедневном потреблении никто не ест ее. Гречка это невкусно. И даже не знала, что можно есть как зерна. А потом вот я рецепты нашла русские. И думала, надо попробовать. Поэтому я нашла там в здравой храме. И я нашла гречку. И потом приготовила домой. Мне очень понравилось. Давай еще добавляем. Ну, вообще гречка в России это продукт номер один. Да. Если какие-то катаклизмы, то в основном это сразу все скупают гречку. Да, как муку, картошку, сахар. Ну, не знаю, здесь даже люди, не дядь, я спросила близких. Они тоже ни разу не попробовали. Так, еще муки, да? Да, еще добавим. Ну, уже на глаз, да? Ну, да. Не знаю. Кстати, меня всегда раздражало, когда мама говорит, на глаз добавляет. Думаю, а как на глаз? Нужно все. Все измерить? Да, все измерить. А теперь я тоже не знаю. Ну, теперь давай уже на глаз все. Да. То есть мы сейчас вот это все замесим. А может уже на стол надо замесить? Да, я тоже. Что, ты будешь месить или я? Ну, может ты попробуй, если хочешь. Давай, давай. Попробуем. Так. Давай. Ну, сначала, может, рукой. Здесь? Здесь, да. Тут прошло. Я, кстати, люблю готовить. Я даже в России делал сам хлеб. Да. Как он? Безглютеновый. Там продается мука без глютена. Тут я, кстати, ее ни разу не видел. Может, тоже в здравоохране продается. Но он не встречал. Ну, там, может быть, не знаю точно. Кто-то там жужжит. Да, и вот пек хлеб. Мне понравилось. А еще делал закваска. Там же закваска готовится. И пиццу на закваске. Ой, это вообще самое, по-моему, вкусное. Это пицца на закваске. Давай еще. Еще муки. Ну, она липкая такая. Добавляем? Ну, чуть-чуть. Еще и все. Друзья, мы там покажем вам, какая должна быть консистенция в конце. Когда все это замесим. Я заметила, что в русской кухне намного более варится, чем жарится. Ну, да, наверное, у нас супов очень много. Да. Вот у вас же супов, как бы, очень мало. Суп, то есть супа, только одна. Это из курицы. А то, что в России называется суп, это чорба. Так что есть, там, соль, рисовая, рисовая, да, горох, рис. Это все чорба? Для меня очень странно, что добавляют, например, колбасу в суп. Это, наверное, на солянку ты ела? Я не ела. Вот там как раз колбаса, мясо, там все. А крошку ты ела? Окрошку ела, да. Ты сама готовила? Сама готовила. То есть тоже по рецепту из ютуба, да? Из ютуба. А какая крошка у тебя была на чем, на сметане, на квасе? На кефире, кефир и воду добавила, чтобы разбавить. И мне нравится на сметане. Квас из кваса, из кваса, а кваса тут же нет, да, помню. Есть какой-то, но, конечно, невкусный. Невкусный. Я, кстати, не пробовал здесь ни разу квас. Ну, я тоже не пробовал. Ну, кто в Средней Азии жил, бывал, тот понимает, о чем я говорю. Что там вышел из дома, растет виноград, слива, там, яблоко, ойва. Все это росло на улице, как бы. Доступно всем. Да, да. Ну, это тоже, когда я увидел, я говорю, а, ничего себе, как это тут растет. А еще, что поразило меня, что местные не едят. Да. Вот это я бы удивлен, как это можно не есть? Это же такая вкуснятина. Плюс оно еще полезное. Не знаю, по-моему, такое восприятие, что нельзя трогать, если это не твое ничего. А если оно просто растет? Ты же не в огороде, а вот ты идешь, оно, там, условно, в лесу растет. Ну, даже если так растет, я никого никогда не увидела, чтобы он так спирал просто. Ну, в городах точно не такое, чтобы кто-то лазил на дерево. Может, в деревнях? Надо, нет, еще. И вот я ездил в Руминку, там везде вишня растет. Ты едешь просто, вот она вдоль дороги, вишня, инжир. Причем это, ну, не в огороде растет, а вдоль дороги. И все это в свободном доступе. Да. Никто там не рвется, не ломает деревья. Все это растет спокойно. Бери, срывай, если тебе так надо. Я еще читала, что в России идут в лес за грибами. Да. Тоже собирали грибы. Находят. А у вас? У нас нет. Не ходят. То есть у вас полон лес грибов получается. Их никто не собирает. Никто. Что мы должны делать теперь? Котать шарики? Копать, да. Нам надо с тобой, знаешь, что сделать? Пиццу приготовить. Да. Точно. Я бы взял на себя. Ай, колетит. В все стороны. Тесто. Ну, вот смотри. Друзья, вот такое, как бы получается, тесто картофельное. Да, вот оно такое липковатое. Но вот видите, уже к рукам не пристает. Видно. Такое, упругое. Так, что мы? Сейчас нужно раскатать. Добавляем муку, чтобы она не олипла. Так, а ты мне тоже с спади, я тоже буду делать. Ну, давай, можешь здесь вставить. Так, кладу. Да. А, мы раскатывать будем сейчас? Хочешь попробовать? А, стулья, я вот это все раскатать должен? Да. Не, давай тогда ты расскажи. Окей. Так, и какое-то толщина должно быть? Ну, не слишком толстая. А я думаю, мы должны вот кусочек отрывать, ну, в смысле, кусочками класть туда сливу и катать, нет? Ну, можно и так, но я... У тебя... А сверху надо муки сыпать? Ну, как на тесто там, сыпать? Нет, 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 нет. Так, друзья, мы, кстати, поставили кастрюлю, половину кастрюли на огонь. Нам нужно, чтобы вода закипела. Пока вода закипает, мы раскатываем нашу картофельную лепешку. Так, сколько сантиметров должны мы сделать? Где-то пол сантиметра, где-то так? Ну, да, так. Я люблю так раскатать, потом, чтобы понять, сколько теста на сливы. Какое твое любимое блюдо, которое я попробовал в Сербии? Ну, это, наверное, плескавица. Ну, плескавица. Да. А, еще я плескавицу ел разную. То есть, подавали где-то просто, как в виде котлеты. Ну, вот, котлеты и картошка там, ну, разные, да? Самое лучшее, я пока попробовал, это в Руминке. Сочное, вкусное. Хотя я ел и в Белграде, и в Новисаде, в других городах. Но Руминка пока вот реально на первом месте. Она, мне кажется, вкуснее получается там в маленьких магазинах, так, на улице прямо, типа, дают. Так, мы теперь что делаем? Вкладываем, да? Да, сливы, и я хочу понять, сколько мне теста нужно. Будем на квадратике потом. А, ну, то есть потом режем и как? Сворачиваем. Сворачиваем. Конвертики типа того там. Ну, у нас такие большие будут, да? Потому что слива большая. Ну, да, у нас большие будут. Ну, попробую так. Сейчас. Так, теперь режем получается? Да, режем. А, сахар. Сахар. Вот тут еще нужно добавить сахара. Это вовремя, да? Сливы? Нет, я просто... Да, на картошку. Так, кладу чуть-чуть сахара. Сахара много не бывает, да? Ну, да. Потому что так получается вкуснее. Тут можно и корыцу добавить. Все, что вы любите. Вот так. Давай мне тогда, я буду сворачивать. Ну, да, наверное... Лишнее. Лишнее. Может, потом докатаем, да? Да. То есть надо скатать вот такой шарик. Короче, лепим снежки. Вот. Лепим такой снежок. Похоже на снежки. Снега тут не бывает же. Вот так. Мало. Да, очень мало. В снежки не поиграешь. А тут вот картофель. Вот такой получился. Отлично. Да, прям такой скулок. А ты любишь попробовать новые вкусы? Ну, да, но не всегда. Я боюсь, что иногда вкус может разочаровать. Да. Ну, пока, по крайней мере, пока не попробуешь, не узнаешь, в любом случае. Ну, сладкая, я люблю. Я тоже. Кстати, медовик мне очень понравился. Ты медовик делала? Покупала. Покупала, да. Покупала, да. От одной русской девушки. Одна готовила. И я впервые в жизни попробовала медовик. И этого просто нечего. Я помню, что мне вкус настолько понравился, потому что там такой все, такой сливочный вкус, тайт в рту, мне он очень понравился. Сервы, наверное, любят больше мяса. Такие стереотипы. То есть, просерба, там мясо много, кори. У кори жиря намного. Ну, да, по сравнению, наверное, с другими странами, в Европе, да, потому что там запрещено. А почему так все любят кофе? Не знаю, это какая-то традиция. Прям все бьют кофе. Вот нужно просто там выйти в 7 утра, в 8 утра, и уже в кафешках кто-нибудь сидеть и пить кофе. И еще пить кофе, это как ритуал социальный. То есть, ты общение, да, это не только про кофе, мне кажется, это меньше про кофе, а больше про общение, это как... Встречи с друзьями, да, с полицкими, со знакомыми. Ну, да, вот постоянно как идешь, говорю, там, вот в 6 утра выйдет, в 7 утра, в 8, и уже кто-то будет сидеть и пить кофе. Наверное, прям вот человек проснулся, даже видно, да, иногда, что вы хоть в тапочках, спросонье, еще вот уже, еще спит наверняка, но уже идет вы не спите кофе. Ну, потому что кофе, это первое, что утром нужно... Ну, понятно, да, но можно же попить дома кофе, но человек идет... Да, приглашаешь друзей в кофе, ты их спрашиваешь, идем на кофе, давай на кофе. Хотя, может, я, например, не пью кофе, и, может, какая-то из моих подруг тоже не пьет, но мы все равно говорим, пойдем на кофе. Ты будешь по чаю? Ну, чай я начала пить, вот, только, когда начала, там, русскую кухню изучать, я думала, кто еще пьет чай ежедневно? Нас сразу задавают вопрос, а ты, почему пьешь чай, ты больной? Ты, кстати, пьешь чай, знаешь, заболел. Да, да. Да, ну, в магазинах продается чай в виде, ну, в виде, в виде, называется, это чай, но, на самом деле, это травы. Да. Крапива, ромашка, ну, и там, все остальные травы. Ну, как такового, чая нет. Друзья, вот здесь я хочу вам сказать, что чай вы можете приобрести в чайной среде. Ребята занимаются китайским чаем, у них большой выбор качества, там, китайского чая, поэтому я ссылочку оставлю в описании к ролику. Переходите вы к телеграм-каналу. Так, что, у нас еще сливы есть и тесто есть. Ну, да, еще. Что мы можем... Давай, я тогда докатаю, а ты пока раскидай. 16 штучек получилось. Вместо с моей? Как? Вместе с моей этой? Ну, да, так, потому что они большие, тут 15-16 где-то, может быть, закончится. А воду мы будем солить, что-нибудь там еще делается? Нет, нет. Просто вода из-под крана все. Закипел и закидываем. Теперь главное, чтобы они у нас нет, да? Слива не вылезла. Да. Надеемся. Так, что делаем? Закидываем? Можно, я думаю, лучше ложкой, потому что вода уже горячая. Я тогда тебе буду подносить. С первого раза не получится все сварить, потому что они большие. Поскольку что будем? Еще? Ну, будем еще 2-3. Посмотрим. Так, друзья, у нас уже кипит. Получается, вода закипела. Прошло 10 минут. И мы готовы снимать. Первый пошел. Они такие большие. Я была в Сокобане. Сокобанна. Называется город. И там есть турецкая ванна. Каман. Еще Стехфор сохранилась. Это единственная в Сербии ванная турецкая, которая сохранилась. Там она открыта. Она работает. И туда можно. Тоже, пожалуйста. То есть, турецкие бани? Да. Я тоже был, кстати, на турецких банях, только на разваливах. Это Батч. Да, город Батч. Там крепость Батч. А там прям целая, да, получается? Да, там прям целая. И она действующая? Действующая. Слушай, ну, там надо ехать тогда? Ну да. Куда на экскурсию? Я советую. Там гор очень много. Мне как здесь. Ну, и есть некуда погулять. То есть, там больше, как курорт. Да, именно курорт. Там есть рытая, так называется, гора. Ну, она такая мистическая. И недалеко есть и город Гниш. Ну, это идет Генград. Самый большой. Потом Новисайта, потом Гниш. Там тоже очень интересно. Да, в Гниш я еще не был. Как бы я у меня вот, в основном это пока воеводит. С этой стороны. Решил я с этой стороны начать. И уже туда, да, идти. На юг. Ну, если получится, я обязательно рекомендую. Как называется? Соку? Соку Баня. Соку Баня. Ну, хорошо. Так, ну, мне уже прям еще не терпится. Запах стоит, друзья, запах стоит сумасшедший. Разрежем. Она прям открывается сама. Смотри. Вот так это все выглядит. Так, ну что, пробуем? У меня ж слюни текут. Такое сладковато, кисловато. Слива дает свою кислинку. И оно все обволакивает во рту все. Именно вот кислинка, прям вот слива, это да. Да, именно нужно будет так. Немного сладко, немного славан. Это вкусный десерт. Да. Ребята, всем советую, рецепт оставим, готовьте и наслаждайтесь. Да, и вкус такой не очень сладкий. Прям вот самое то. Тот, кто бережет фигуру, точно не пополняете. Ребят, мы будем дальше наслаждаться нашими кнедлями. Ну, а вы, как всегда, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Радмила, тебе спасибо за такое прям... Ну, меня рецепт, честно говоря, поразил. Я не ожидал такого. Очень все вкусно. Ну, спасибо тебе за приглашение и в следующий раз жду о тебе от пиццы. Ну, все, заметано. Ребята, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok